Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проводим итоговый урок по предмету храмоведения для младшего школьного возраста. Мы с вами сегодня будем повторять все вопросы, которые мы изучали в течение всего учебного года. Я буду сама на них отвечать и очень надеюсь, что вы тоже будете со мной повторять все ответы. Но сначала, как всегда, давайте помолимся. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Бог един и троичен в лицах. Назовите лица при святой троице? Конечно же, мы с вами помним, что Бог у нас един. И лица при святой троице – это Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Кто создал Бога? Нуждается ли Бог в чем-то? Ну, конечно же, Бога никто не создавал. Бог был, есть и будет всегда. И он ни в чем не нуждается. Он самодостаточный. Назовите свойства Божии. Бог вечен, Бог неизменяемый, всемогущий, вездесущий, Бог всеправедный, всеблагий, вседовольный, всеблаженный. Я уверена, что вы еще сможете назвать несколько свойств Божих. Следующий вопрос. Кто такие ангелы? Каковы их функции и свойства? Итак, кто же такие ангелы? Ангелы есть бестелесный дух. Свойства, функции ангела, это, конечно же, особенно ангела-хранителя, это защищать человека, помогать ему жить по заповедям Божьим, вести его в Царство Небесное. Мы же знаем, что у каждого из тех, кто крещен, есть свой ангел-хранитель. По своему служению все ангелы разделяются на миги и чины. Назовите, сколько ангельских мигов и чинов вы знаете. Мигов у нас три, которые, в свою очередь, делятся на девять ангельских чинов. Какие ангелы чины принадлежат к первому лику? Итак, к первому лику у нас принадлежат Серафимы, Херувимы и Престолы. Какие ангелы принадлежат ко второму лику? Чины ангельские – это власти, господства и силы. Какие ангелы или чины принадлежат к третьему лику? Это начало, архангелы и ангелы. Кто поставлен Богом военно-начарником над всеми ангелами? Как мы с вами, ребята, помним, военно-начарником над ангелами поставлен архангел Михаил. Как имена архангелов? Назовите хотя бы два или три. Ребята, имена архангелов мы с вами можем видеть на следующем материале. Я уверена, что вы все знаете эти имена. Это архангел Михаил, архангел Гавриил, архангел Варахиил, архангел Рафаил, архангел Селофиил, архангел Иерудеил и архангел Гриил. Архангел Иеремиил. Почему часть ангелов пала? Ребята, мы помним, что был один ангел, Деница, который возгордился и был сброшен на землю. И вот с ним ушла часть ангелов, которые тоже разделились и ушли от Бога. Следующий вопрос. В борьбе с человеком могут ли падшие ангелы воздействовать на человека? Как человеку противостоять этим силам? Конечно, ребята, человек может и должен противостоять падшим ангелам, которые всячески пытаются увести человека с пути в Царство Небесное. Для этого у нас есть крестное знамение, молитва, церковное таинство и служба в храме, метургия. Что такое молитва? Молитва – это наш разговор с Богом. Какие виды молитвы вы знаете? Давайте вспомним, ребята. Молитвы бывают славословные, благодарственные и просительные. Когда и где человек может молиться? Давайте вспомним, ребята, где мы можем молиться. В кроватке можем? Конечно. На службе в храме? Обязательно. А еще, да где угодно, человек может и должен молиться всегда и везде, в любой ситуации. Просить Бога, благодарить Бога. Поэтому и молитва может быть у нас бесконечной. Всегда, даже если мы заняты каким-то делом, мы можем про себя читать любую молитву. Расскажите о молитве «Три святое» и историю ее обретения. Это очень хорошие, ребята, молитва. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. А история ее обретения такова. Когда-то в Константинополе было большое землетрясение. Все люди собрались в храме, чтобы отслужить молебен, просить Бога помочь им. И тогда один маленький мальчик был взят на небо, где он увидел летающих ангелов, которые повторяли эту молитву. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. И когда он остался среди людей в храме, он рассказал людям об этих словах. И люди добавили слова «Помилуй нас». И прочитали эту молитву, и город был спасен. Расскажите Господню молитву «Отче наш», как она появилась, сколько в ней частей. Ребята, «Отче наш» – наверное, самая главная наша молитва, потому что ее дал нам сам Господь, и она описана в Евангелии. И мы можем видеть, что она делится на 9 частей – призывания, 7 прошений и славословия. И каждая часть этой молитвы, каждое прошение означает то, что нам нужно больше всего в этот момент. Я думаю, вы все хорошо знаете и сможете ответить на этот вопрос. Следующий вопрос. Чем мы обычно сопровождаем свою молитву? Мы ее сопровождаем крестным знаменем. Следующий вопрос. Смысл и значение крестного знамени. Крестное знамение – это священное действие, через которое мы привлекаем к себе благодать Божью, Божественную благодать, которая заступает нас, сохраняет и милует. Покажите правильное перстосложение, то есть сложение паркцев в руки, когда мы выполняем крестное знамение. И в чем его смысл? Итак, ребята, когда мы выполняем крестное знамение, мы складываем три паркца правой руки вместе – большой, указательный и средний, что означает три лица Пресвятой Троицы. А оставшиеся два парчика мы прижимаем к ладошке, что означает две природы Господа Иисуса Христа, Господь Бог и Человек. Следующий вопрос. Как называется крестное знамение, которым осеняет священник? Крестное знамение, которым осеняет священник, называется благословение. Как мы принимаем благословение священника? Ребята, любой из нас, несомненно, был в храме, участвовал в таинстве и исповеди или просто подходил к батюшке за решением какого-либо вопроса. И когда батюшка нас благословляет, когда священник нас благословляет, мы складываем ладошки, как лодочку, правую поверх левой, и таким образом принимаем с поклоном крестное знамение благословения священника. Что такое поклон? Для чего они необходимы? Поклоны – это тоже выражение нашей молитвы, как особое почитание Бога, знак смирения и поклонения Ему. И поклоны бывают поясные, когда мы кланяемся в пояс, и земные, когда мы опускаемся на камень, приложив голову к полу. То составляет церковь небесную. Ребята, мы знаем, что церковь делится на земную и небесную. Церковь небесную составляют ангелы Божьи, все святые, которые при жизни заслужили венец Божий, и Святая Богородица. А кто же составляет церковь земную? А церковь земную составляем все мы с вами, православные, которые ходят в церковь, выполняют церковное таинство, закон Божий, священники. Следующий вопрос. Сколько церковных таинств вы знаете? Перечислите их и кратко расскажите суть одного из них. Ребята, церковных таинств у нас семь. Это таинства. Крещение, миропомазание, исповеди, причастие. Также у нас есть таинство. Венчание, соборование и таинство священства. Давайте рассмотрим самое главное таинство, которое нужно каждому православному христианину, несомненно, как и все другие таинства. Это таинство причастия. Таинство причастия – это соединение с Богом, когда человек после исповеди, очистившись, рассказав обо всех своих грехах, принеся покаяние, искреннее покаяние, приступает к Богу, чтобы соединиться с Богом и таким образом войти в Царство Небесное. Следующий вопрос. Что такое храм? Ребята, храм – это дом Божий, это место особого присутствия Бога. Особый дом, посвященный Богу. Как называется самое важное богослужение в храме? Самое важное богослужение в храме называется литургия. Следующий вопрос. Какое самое главное таинство? Самое главное таинство называется Евхаристия и причастие. Как нужно вести себя в храме? Ребята, незаметно, вы знаете, как нужно вести себя в храме. Я уверена, что вы это исполняете. Но давайте еще раз вспомним. Придя в храм, нужно соблюдать особый этикет. То есть правильно одеваться, чисто, опрятно. Девочки обязательно должны быть в юбках и с покрытой головой, в платочках. Мамчики должны быть в прюках и сняв шапки, если это холодное время года. Также в храме нельзя бегать, конечно же, играть, громко разговаривать. Если мы пришли на службу и увидели какого-нибудь знакомого, не нужно бежать к нему, здороваться, обниматься, показывать, как мы рады встрече. Нужно сдержанно кивнуть, а после службы уже подойти тогда и поприветствовать его. Конечно же, нельзя в храме никому мешать молиться. Нужно участвовать в церковных таинствах и забыть на время о своих игрушках. Они нам понадобятся потом, после службы, когда мы выйдем из храма с чистой душой, с чистой совестью, с радостным настроением, и тогда можем вдовом поиграть с друзьями. Следующий вопрос. Расскажите суть праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Ребята, конечно же, вы знаете, что у одних праведных людей, которых звали Иоаким и Анна, долго не было детей. Они очень молили Бога послать им ребёнка, потому что в те времена отсутствие детей считалось как следствием какого-то греха. И, конечно же, Бог услышал эти молитвы. И когда они уже были в довольно преклонном возрасте, Он послал им дочь, которую они нарекли Марией. И исполняя обет, в возрасте трёх лет, они впоследствии привели её в храм. Но об этом мы с вами поговорим в следующем вопросе. Следующий вопрос. Расскажите суть праздника воздвижения чеснага и животворящего креста. Итак, ребята, праздник воздвижения чеснага и животворящего креста Господня. Много лет назад царица Елена, которая собирала христианские святыни, решила посвятить свою жизнь тому, чтобы найти крест Господень, на котором Господь был распят. Она занималась поисками довольно долгое время. И вот один человек указал ей то место, где раньше находилась гора Голгофа и где был зарыт крест Господень. Когда же там провели раскопки, то обнаружили целых три креста. Как же узнать, какой крест есть истинный крест, на котором был распят Господь? В это время мимо проходила похоронная процессия. Несли человека, который уже отошел к Богу некоторое время назад. И вот тогда этого человека поднесли к крестам, которые были выкопаны. И когда его поднесли к кресту, на котором был распят Господь, этот человек воскрес. И тогда все люди увидели, что это и есть крест Господень. А патриарх поднял над всеми людьми, собравшимися этот крест, или, как еще говорили, воздвиг, чтобы все люди могли видеть его. И после этого мы стали праздновать праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Следующий вопрос. Расскажите суть праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Итак, ребята, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Мы его уже немножко коснулись ранее, когда говорили о Рождестве Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна, исполняя обет, данный Богу, привели свою дочь Марию в возрасте трех лет в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее в служению Богу. И вот эта маленькая девочка, Пресвятая Богородица, которой на то время было всего три года, сама поднялась по 15 большим ступеням храма. И не просто поднялась, она на каждой ступени обстанавливалась и пела псалмы. И священник, первосвященник, который встретил ее на самой последней ступеньке, совершил невиданное для того времени действие. Он ввел ее в святая святых, куда мог заходить тонко первосвященник и тонко раз в год. Следующий вопрос. Какие формы храмов вы знаете? Ребята, храм, форма храма, как постройки, есть нескольких видов. Это в виде креста, что символизирует крест наш, на котором был распят Господь. Форма вводит в форме круга, как символа вечности и вечной жизни. Форма в виде корабля. Это означает, что церковь, подобно кораблю, ведет нас в Царствие Небесное. И может быть основание храма в форме восьмиугольника, что символизирует, что храм является как бы путеводной звездой, которая тоже ведет нас в Царство Небесное. Следующий вопрос. Что символизирует один, два, три, пять, семь или девять куполов храма? Ребята, мы знаем, что купола храма могут быть как один, так и множество. Один купол храма символизирует, что Бог у нас один. Два купола символизируют два естества Божьи. Три купола храма символизируют три лица Пресвятой Троицы. Пять куполов символизируют Иисуса Христа и четырех апостолов. Семь куполов символизируют семь церковных таинств. Девять куполов символизируют девять ангельских чинов. Следующий вопрос. Какие части современного храма соответствуют частям ветхозаветного храма? Ребята, как и в Ветхом Завете храм делился на святое святых, святилище и двор, так и наш современный храм делится на алтарь, средняя часть храма, или сам храм, и притвор. Расскажите назначение частей храма. Санлия, Амвон и Коностас. Ребята, Санлия – это небольшое возвышение перед царскими вратами, которое используется для выполнения некоторых элементов богослужебных действий. Например, хождение. Амвон – это полукруглый выступ на Санлие, который служит на чтение Священного Писания, проповеди или других каких-либо действий. Иконостас – это перегородка между средней частью храма и алтарем, которая отделяет алтарь и на которой расположены иконы. Чуть дальше мы с вами еще коснемся иконостаса и икон. Следующий вопрос. Какие предметы находятся в алтаре? В алтаре находятся разнообразные предметы. Например, престол, жертвенник. За престолом расположен семисвечник. За престолом также расположен запрестольный крест и горнее место. Следующий вопрос. Расскажите о предметах, которые находятся в алтаре на престоле. Ребята, на престоле расположены следующие вещи. Антиминс, напрестольные Евангелии, крест, дарохранительница. Также еще может быть расположена дароносица. Следующий вопрос. Расскажите о предметах на жертвеннике и для чего он нужен. Ребята, в отличие от престола, на котором совершается литургия, жертвенник нужен для того, чтобы приготовлять святые дары к литургии. И также на нем есть различные предметы, которые необходимы для этого. Например, это и копье, и лжица, малые покровцы и боншой покров, звездица, дискос, потир и святая чаша, в которой к верующим выносят святые дары, ковш с блюдцем, губка, кодила. Следующий вопрос. Как называются ряды иконостаса? Назовите хотя бы три из них. И какие иконы на них расположены? Ребята, мы уже с вами сказали, что иконостас – это перегородка, которая отделяет среднюю часть храма и алтарь, и на ней расположены иконы. Но они расположены не в каком угодно порядке, не хаотично, а в строго определенной последовательности – рядах. Первый ряд иконостаса называется местный. И на нем есть в обязательном порядке иконы Господа, иконы Пресвятой Богородицы, царские врата, диагонские врата, и с левой стороны может быть икона того святого праздника или события, в честь которого освящен храм. С другой стороны – икона местночтимого святого. Следующий ряд иконостаса – это праздничный, на котором расположены иконы двунадесятых праздников. Следующий ряд иконостаса – Деисусный, на котором расположена икона Господа «Спас в силах» при Святой Богородице, икона Иоанна Крестителя, архангелов и апостолов. Также, может быть, еще следующий ряд иконостаса – могут быть праотеческий, пророческий и другие. Следующий вопрос. Расскажите о подготовительных неделях к Великому посту – неделя о мытаре и фарисее. Ребята, давайте вспомним, как мы с вами готовимся к какому-то торжественному, значенному событию в нашей жизни. Так мы должны подготовить себя и к Великому празднику Воскресения Господнего, к которому мы готовим себя весь Великий пост. Но также и к посту мы должны подготовиться, чтобы войти в пост уже со смирением, осознанием своей греховности. А для этого существуют и установлены церковью подготовительные недели. Неделя о мытаре и фарисее вспоминает как евангельские события, когда в храм пришли два человека. Мытарь, а в ту пору это был человек, которого никто не уважал, не любил, потому что он мог забрать последние деньги в пользу правителя у людей. И фарисей – это человек, который выполнял все постановления церкви, постился, молился, все совершал, что нужно. И вот эти два человека находились в храме, но молились они по-разному. Мытарь каялся в своих грехах, вил себя в грудь и говорил, «Господи, помилуй меня грешного». А фарисей, в свою очередь, стоял и молился, «Господи, благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь, что я выполняю все предписания, все постановления, соблюдаю закон, пощусь, молюсь, и вообще вот я такой хороший». Как вы думаете, кто из них был более оправдан Богом? Конечно же, мытарь, потому что мытарь искренне каялся в своих грехах, он осознавал, что свою жизнь он ведет неправильно, он хотел измениться и просил Бога помочь ему в этом, потому что самому это сделать очень тяжело. Да и вообще, можем ли мы что-то сделать без Бога? Конечно же, нет. В то время как фарисей, конечно, гордился, он хвалился, «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот человек». Конечно же, это тоже грех, и более оправданным в этом случае мытарь. И вот эта неделя показывает нам, этими евангельскими событиями, что мы должны быть такими же, как мытарь, не потому что мы должны вести такую же жизнь, а потому что мы должны, придя в храм, и не только в храм, но и дома, наедине, разговаривая с Богом, то есть молясь, мы должны искренне каяться в своих грехах, осознавать, что мы, возможно, где-то совершили плохой поступок, где-то кого-то обидели, с кем-то поссорились, позавидовали, пожадничали, ну и какие-то другие поступки совершили. Но мы их осознаем, искренне каемся, просим прощения у Бога и у того, кого обидели, и просим Бога помочь нам впредь не совершать таких плохих поступков. Следующий вопрос. Расскажите о подготовительной неделе к великому посту, неделе о блудном сыне. Ребята, что же нам показывано на этой неделе? Чему она нас учит? Евангельские события, то есть события, которые описаны в Евангелии, неделе о блудном сыне рассказывает нам, что был один человек, у которого было два сына. И вот один из сыновей, младший, решил, что он хочет прожить свою жизнь, так, как он хочет. Он попросил отца отдать часть его наследства, забрал и ушел с родительского дома. Он много гумлял, развлекался и совсем забыл о Боге. И вот когда все его наследство закончилось, ему не на что стало жить. Он просил милостыню, голодал, испытывал нужду и холод, а потом вспомнил, что у его отца паншое хозяйство и подумал о том, что если слуги, которые служат его отцу, имеют крышу над головой, еду, питье, одежду, то, может быть, он может тоже вернуться к своему отцу, попросить прощения и быть уже не как сын, но хотя бы как самый последний слуга. Но, по крайней мере, он будет одет, обут, накормлен и будет иметь крышу над головой. И когда он вернулся домой, с намерением попросить у своего отца прощения, не рассчитывая даже стать ему опять как сын, но надеясь, что будет хотя бы самым последним слугой в хозяйстве его отца, его отец встретил его с большой радостью, поверил заколоть самого лучшего теленка, приготовить пир и выдать ему самую лучшую одежду, накрыть стол самыми лучшими явствами и опять сделать его своим сыном. Видя это, старший сын обиделся. Как же так, отец? Сколько я тебе служил верой и правдой, но ты не дал мне даже краюшки хлеба, чтобы отпраздновать что-то со моими друзьями. А твой сын, который все твое насмерство спустил на какие-то игры, на развлечения, и тут ты его принимаешь опять как своего сына, устроив пир на весь мир. На что отец ему сказал, «Сын мой, ты всегда был и будешь со мной, а этот сын отпал от меня, ушел, а теперь вернулся ко мне и хочет исправиться». Чему же нас учит это евангельское событие? А это нас, ребята, учит тому, что что бы мы ни сделали плохого, как бы мы в своей жизни не согрешили, но мы всегда должны вернуться в церковь, вернуться к Богу, искренне покаяться, попросить прощения. И Бог, как любящий отец, несомненно, примет нас. Но, естественно, если мы будем искренне каяться. А что значит искренне каяться? Это не просто прийти и попросить прощения, это иметь твердую решимость, впредь не совершать таких поступков. Следующий вопрос. «Расскажите о подготовительной неделе к Великому посту «Неделя о страшном суде». Ребята, в эту неделю церковь нас учит тому, что мы своей жизнью должны заслужить войти в Царство Небесное. То есть мы не должны совершать каких-то плохих поступков, обижать людей или самим обижаться, но жить так, чтобы жить со всеми людьми в мире, в спокойствии, молиться, участвовать в церковных таинствах. И тогда, когда мы уйдем к Богу, мы можем рассчитывать на милость Божью, что Бог нас возьмет в Царство Небесное. Но, как мы знаем, уже было одно пришествие Господа на землю, а именно Рождество. Но в Евангелии также сказано, что будет и второе пришествие Христа, второе пришествие Господа, когда будет страшный суд. Но страшный – это не потому, что всем будет страшно, а потому, что это уже будет окончательный суд, когда участь людей по делам их земной жизни будет решена, будут ли люди с Богом или в том месте, где Бога нет. И поэтому, пока еще не было второго пришествия Господа, мы можем и должны каяться в своей греховной жизни и своей праведной жизнью надеяться на милость Божью и Царство Небесное. Следующий вопрос. Расскажите о подготовительных неделях к Великому Просту «Прощенное воскресенье». Ребята, последняя неделя перед Великим Постом, последнее воскресенье называется «прощенным». Вы, наверное, уже участвовали с родителями в чине прощения, когда вечером люди собираются в храме, все священники, которые служат в этом храме, выходят, и все друг у друга просят прощения. Священники у людей и между собой, люди у священников и тоже между собой. А потом, придя вечером домой, вся семья садится за стол, и перед ужином все просят друг у друга прощения. Младшие у старших, старшие еще у более старших, и старшие тоже у младших. Для того, чтобы в Великий Пост войти уже прощенным и попросить прощения у всех людей и посвятить себя тому, что мы можем встречать Пасху Господню. Следующий вопрос. Вот мы с вами, ребята, и добрались до Великого Поста. Расскажите, пожалуйста, о первой и второй неделе Великого Поста. Первая неделя Великого Поста называется Торжество Православия. И в эту неделю мы вспоминаем о том, как в православной вере был побежден дух иконоборчества, о том, что вера наша есть верой истиной, православной, то есть правильной, вторая неделя Великого Поста называется неделя святителя Григория Паламы. Святой Григорий Палама, который жил много лет назад, говорил о том, что Дух Святой просвещает все в человеке. И именно это учение мы и вспоминаем во вторую неделю Великого Поста. Следующий вопрос. Расскажите о третьей неделе Великого Поста. Как она называется? Что прославляется в эту неделю и почему? Третья неделя Великого Поста называется Крестопоклонной. Это уже как бы половина Великого Поста. Возможно, кто-то уже начинает немножко уставать. Возможно, кто-то уже начинает думать, а может быть, себе немножко облегчить пост тяжело. Но вот для этого на середину храма выносится крест, который остается там всю неделю, чтобы, смотря на него, глядя и вспоминая крестное страдание спасителя, люди укреплялись в вере, укреплялись в своем желании выдержать весь Великий Пост до конца и достойно встретить воскресение Господне. Следующий вопрос. Расскажите о четвертой неделе Великого Поста. Четвертая неделя Великого Поста называется неделей преподобного Иоанна Лествичника. Это святой, который жил много-много лет назад. А чем же он прославился? В 16-летнем возрасте он ушел в пустыню и много-много там молчал. Ребята, вот давайте вспомним. Помните, как мы на уроках молчали всего одну минутку? Тяжело было? А этот святой молчал много-много-много минут. А впоследствии, приедя в монастырь и оставшись в нем, он написал большой труд, книгу, которую назвал «Лествица». Почему «Лествица»? Потому что все главы этой книги рассказывают о том, каждая глава по очереди, как нам нужно идти в Царство Небесное, как по лестнице, ступенька за ступенькой, так и в этой книге, читая главу за главой, применяя это все в своей жизни, мы можем подняться в Царствие Небесное. Следующий вопрос. Расскажите о пятой неделе Великого Поста. Кто прославляется в эту неделю? Пятая неделя Великого Поста посвящена воспоминанию подвига преподобной Марии Египетской. Эта святая тоже жила много-много лет назад, но поначалу, не будучи христианкой, она вела неправедную жизнь, много гумяла, развлекалась. И вот один раз она увидела корабль, который отходил из порта с паломниками, которые ехали поклониться в Иерусалимский храм. Когда она это увидела, ей тоже захотелось. Не потому что ей хотелось увидеть какую-либо святыню и поклониться, просто это было как очередное развлечение в ее жизни. Она села на этот корабль, и когда она сошла с трапа с паломниками, увидела храм и хотела войти в него, то как будто какая-то сила преградила ей вход и не давала войти. А над храмом висела большая икона Пресвятой Богородицы. И тогда будущая преподобная Мария Египетская взмолилась. Пресвятая Богородица, «Я уйду жить в пустыню, я исправлю свою жизнь покаянием, только дай мне сейчас войти и приложиться к святыне». И в тот же момент она почувствовала, что сила, которая удерживала ее от входа в храм, исчезла. Она беспрепятственно вошла внутрь, поклонилась, приложилась, и, исполняя обед, ушла в пустыню. В пустыне она провела 40 лет в посте, в мамитве. Первоначально у нее с собой были три хлеба, которые она очень быстро, конечно же, съела. Одежда на ней истрела за все время пребывания в пустыне, под зноем и сильными ветрами. И в дальнейшем она испытывала, конечно, и голод, и нужду, и холод. Но она все это терпела, понимая, что, ведя такую неправедную жизнь ранее, она сейчас должна искренне каяться и просить у Бога прощения. А в ту пору существовал еще один обычай, что монахи в Великий пост уходили в пустыню для того, чтобы там беспрепятственно, будучи опримененными посещением другими людьми, поститься, молиться Богу, чтобы достойно очистить свою душу и встретить воскресение Христова, Пасху Господню. И вот один монах, Зосима, также ушел в пустыню. И вдруг, морясь, он увидел какую-то тень, которая ментнула позади него. Он сначала испугался, подумал, что это дикий зверь. Но потом он увидел человеческий силуэт. Он позвал человека, и тогда к своему изумлению он услышал женский голос, который сказал, «Зосима, дай мне свой плащ, потому что я не могу к тебе явиться в таком виде». Он кинул человеку плащ, увидел, что, когда Пресвятая Мария Египетская обернулась плащом и подошла к нему, увидел, что это женщина, которая находится одна в пустыне. Ее лицо было обветрено уже от сильного ветра и зноя, тело изможденным, но она была бодра и весела. И тогда преподобная Мария Египетская в ответ на вопрос «Зосима, кто ты?» предповедала ему свою историю. И также попросила вернуться сюда через год. Зосима, когда прошел год, исполнил ее просьбу. Он вернулся в пустыню, но что он увидел? Он увидел, как тело преподобное нетренно лежит на песке, а возле нее лежит лев, который помог вырать ему яму, для того, чтобы святая была погребена. И после того, как Зосима вернулся в монастырь, он рассказал историю преподобной Марии Египетской. И тогда все люди узнали об этом, прославили святую. И неделя преподобной Марии Египетской показывает нам, что какую бы неправедную жизнь мы вели, всегда нужно каяться, идти к Богу и надеяться на милость Божью. Искреннему покаянию вот чему нас учит пятая неделя Великого Поста. Следующий вопрос. Расскажите суть праздника «Вход Господень в Иерусалим». Ребята, «Вход Господень в Иерусалим». Незадолго до своего распятия, до всех тех страшных событий, которые мы будем вспоминать во время Страстной Седницы, Господь подошел к городу Иерусалиму. Он въехал туда на осленки. Ну почему на осленки? А не на, скажем, жеребце или какой-нибудь красивой лошади, телеге, повозке. Как мы с вами говорим, не на каком-то царском передвижении. Знак смирения. Он понимал, что ему надлежало испытать в этом городе. Знал ли он о том, что будет схвачен и распят? Конечно же, знал. И все равно ехал для того, чтобы спасти всех нас своей крестной жертвой искупить наши грехи за каждого из нас с вами. Но что же те люди, которые совсем скоро будут кричать «Распни его!» Тогда еще люди встречали его как своего царя, как какого-то очень знатного вельможу. И в знак особого расположения, то, что они его так встречают, они бросали ему под ноги свою одежду, которую они снимали с себя, также пальмовые ветви. А сейчас, приходя в храм, мы с вами берем с собой на освещение не пальмовые ветви, потому что они у нас не растут, но то дерево, которым первым распускается в нашем регионе – веточки вербы. Следующий вопрос. Расскажите о страстной седмице. Вот, ребята, это самая страшная, самая страстная седмица во всем годовом цитле богослужения. Всю эту седмицу мы вспоминаем страдания Господня, когда Он шел на крестную жертву. Каждый день страстной седмицы назван великим. Великий понедельник, великий вторник, великая среда, великий четверг, великая пятница, великая суббота. Великий понедельник, великий вторник, мы вспоминаем о том, как Господь учил людей, учил и в Иерусалиме, и в других местах, как Он рассказывал, как нужно жить по заповедям Божьим, что нужно делать для того, чтобы войти в Царство Небесное. Рассказывал притчи. И вот все это, все Его учения, мы вспоминаем великий понедельник, великий вторник. Великая среда, события в этот день были несомненно страшными. Великую среду мы вспоминаем предательство Господа Иудой, одним из его учеников-апостолов, когда Иуда за 30 серебряников сказал первосвященникам, что он покажет на Господа, чтобы они могли его схватить. Великий четверг, в этот день мы вспоминаем события Тайной вечери. Господь вместе со своими учениками перед Ветхозаветным праздником Пасхи собрался в доме на ужин, вечерю. И преломив хлеб, разлив вино своим ученикам на ужине, Он сказал слова, которые мы сейчас повторяем на каждой литургии. «Ешьте от меня все, съесть тело мое, и не пейте от меня все, съесть кровь моя нового завета. Я же за вы, за многое изливаемое восстановление грехов». Это было таинство, установленное Господом, таинство Евхаристии или таинство причастия. А еще в этот день на вечере Господь омыл своим ученикам ноги и сказал, что «Не думайте вы, что кто-либо есть выше вас. Если я, Господь, служу вам, значит, и вы должны также служить всем другим людям без разбора, несмотря кто перед вами, богатый или бедный, праведный или грешный. А что же было дальше? А дальше события Страстной Пятницы, Великой Пятницы, когда Господь был оплачен, приведен на суд и впоследствии распят на кресте. Помните основные события? Кто был распят с гостем? Два разбойника. Но почему это важно для нас? Почему мы вспоминаем особо, например, что два разбойника были распяты вместе с ним на крестах с правой и с левой стороны? Потому что один разбойник начал насмехаться над ним и говорить, если ты Бог, спаси себя и нас. А второй разбойник, увещевая его и осознавая, какую он греховную жизнь вел, сказал, как ты можешь такое говорить? Ведь ты же сам распят. И обращаясь к Господу, понимая, насколько он вел неправедную жизнь, будучи разбойником, сказал, Господи, помяни меня во царстве своем, ибо он понимал, что он не достоин быть прощенным. На что Господь ему сказал, сегодня же будешь со мной в раю. И разбойник был первым человеком, который вошел в царство небесное. Почему это мы вспоминаем? Почему это важно для нас? Потому что какую бы неправедную жизнь мы вели, но искреннее покаяние также способно привести нас в царство небесное. И когда Господь умер, разверзлась земля, разорвалась завеса, много других событий случилось в знамении того, что произошла крестная жертва. Много людей тогда уверены в то, что был распят именно Господь, Сын Божий. Впоследствии они стали, конечно, христианами. Дальше начинаются события Великой Субботы. Что же мы вспоминаем в этот день? А вспоминаем мы в этот день, как Господь сошел в ад, чтобы вывести оттуда всех праведников. Ведь в то время врата Царствия Небесного, врата рая были закрыты для людей после греха Адама и Евы. И вот своей крестной жертвой Господь искупил грехи людей, вывел всех праведников и вел их в Царствие Небесное. Ну а дальше уже начинаются самые радостные события, как мы говорим, праздник праздников и торжество из торжеств. Пасха, воскресение Христово. И это наш следующий вопрос. Расскажите о воскресении Христовом. Мы с вами помним евангельские события о том, что Господь был положен во гроб, в большую-большую пещеру и был привамен вход в эту пещеру огромным камнем. А кто же первый пришел ко гробу Господнему? А первым туда пришли женщины, святые жены-мироносицы, которые пришли за своим любимым учителем, чтобы воздать ему последние почести, помазать его миром, ценным маслом. И увидели камень, отваленный от гроба, на котором сидел ангел и спросил, что вы ищете живого среди мертвых, ибо Господь жив, Он воскрес. Таким образом, святые жены-мироносицы удостоились того, чтобы быть первыми свидетелями воскресения Господнего. Потом они пошли, конечно же, рассказали об этом апостолам и начали возвещать всем людям о воскресении Господнем. Например, мы помним, как святая Мария Магдалина пришла к царю и начала ему рассказывать о том, что Господь воскрес. Царь, конечно же, не поверил и сказал, что быстрее яйцо покраснеет, которое Мария Магдалина принесла ему в дар. Чему он в это поверит? Чем действительно Господь воскрес? И что же случилось? Яйцо, которое держало в руках Мария Магдалина, в ту же минуту покраснело. И тогда царь и множество людей, которые были свидетелем этого чуда, поверили в то, что действительно Господь был, жив, воскрес, пострадавший за грехи людей. Следующий вопрос. Расскажите содержание праздника Вознесения Господня. После своего воскресения, явившись ученикам, Господь еще 40 дней пребывал с ними, наставляя их, обучая и рассказывая, как им надлежит жить и проповедовать Слово Божье. На 40-й день он вознесся к Отцу своему Небесному. А дальше следующий вопрос. Расскажите содержание праздника Святой Пятидесятницы. Через 10 дней после своего Вознесения случились новые события. Прибывая со своими учениками, Господь говорил, ободряя их, что когда Он вознесется на небо, Бог пошлет им утешение в виде Святого Духа. И через 10 дней после Вознесения, а именно на 50-й день после праздника Пасхи, Воскресения Господнего, на апостола сошел Святой Дух в виде языков пламени. И все апостолы обрели те или иные дары Святого Духа. Например, начали говорить на неизвестных им ранее языках, для того, чтобы они могли проповедовать Слово Божье в разных уголках Земли. Поэтому в этот день мы празднуем День Святого Духа, День Пятидесятницы или День Святой Троицы. А еще это день рождения нашей Церкви. Ну вот и все, ребята. Мы изучили основные вопросы, повторили ответы на те вопросы, которые мы изучали в течение всего нашего учебного года. Я уверена, что молитвы, которые вы должны знать, вы, несомненно, знаете и читаете в своих утренних и вечерних правилах и без проблем сможете их рассказать. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и повторим молитву после нашего урока. Ангел вопияша благодатний, чистая дева, радуйся, и паки реку, радуйся, твой сын воскресе тридневен от гроба, и мир твое воздвигнули, люди, веселитесь, святись, святись, а Новый Иерусалиме, слава Богосподне на тебе воссия, рекуй ныне и веселись Сионе, ты же чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Аминь. Ангела-хранителя. Ребята, а я вам еще хочу напомнить о проекте, который был нашим домашним заданием Древа Великого Поста. Я уверена, что вы их, конечно же, уже доделали и сможете принести их нам, показать свой труд, как вы подготовились ко встрече Воскресения Господнего. Ангела-хранителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова